В продолжение нашей программы поговорим о здоровье, а конкретно о щитовидной железе. Что это такое вообще и что она дает нам и что она у нас забирает? Вот эти вопросы мы хотим задать нашему эксперту Викторию Панфилову, гастроэнтеролог, педиатр-эндокринолог, детский гастроэнтеролог. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Давайте как раз и начнем с того, что нащупаем эту тему, где находится эта щитовидная и зачем она нам нужна. Очень легко ее нащупать, потому что щитовидная железа это такой прекрасный орган в форме бабочки, которая находится очень доступно на передней поверхности шеи. Орган, который участвует во всех процессах организма, это такая своеобразная батарейка нашего организма. То есть мы, в общем-то, просыпаемся, мы активничаем благодаря щитовидной железе во многом. И поэтому, когда щитовидная железа не дорабатывает, когда батарейка дохнет, да, то получается, что у нас недостаточная энергия, у нас вязкое мышление появляется, сухость каких-то там, не знаю, кожных покровов и так далее. И наоборот, когда она работает несбыточно, чрезмерно, почему-то активно, у нас вот эта вот избыточная энергия прет, которая, в общем-то, особо никому не нужна в данный момент, да. И с этим связаны многие симптомы такие, которые, ну, заставляют нас обследовать эту самую щитовидную железу. Поэтому очень многие люди ее обследовали, очень многие люди какую-то испытывают тревожность по поводу своей щитовидной железы, по поводу структуры, по поводу функции. Многие про нее знают. А насколько легко ее обследовать, раз она у нас вроде бы так поверхностно расположена? Можно ли сказать, что хорошо все диагностируется, что с ней связано? Ну, в принципе, да. В принципе, да. Орган доступен для обследования. Я работаю давно в эндокринологии. И еще лет, ну, 20 назад мы не могли сделать всех анализов гормональных, которые делаются легко и просто сейчас в любой лаборатории. Это было сложно. Но сейчас все доступно и хорошо, поэтому ее, во-первых, нужно пропальпировать. Это пальпируется легко и просто двумя пальцами врача. Во-вторых, это можно сделать ультразвуковое исследование. Ну, и, в-третьих, это самые гормональные исследования, которые у нас делаются на каждом углу. Поэтому, в общем-то, какой-то спектр информации каждый пациент может получить легко и просто, без назначения врача даже, а потом что с этим делать, уже каждый решает индивидуально. Вот очень часто в быту мы слышим такие разговоры. Ой, что-то я стала сонливая, что-то я устала, а тебе бы щитовидку проверить. Нужно ли так действовать? Или все-таки в какой-то момент ты можешь и устать, и это тоже нормально? Тут такая опасность, что вот эти симптомы, которые вы действительно перечислили, сонливая усталость и так далее, они ведь очень неспецифичны. Да, они бывают при снижении функций щитовидной железы, но столь же часто они бывают при депрессии. И это бывает довольно часто у нашего народа сейчас, да, и не только сейчас, в принципе. Это бывает при, допустим, железодефицитной какой-то анемии или латентном железодефиците. То есть при очень многих разных других состояниях. И все валит на щитовидную железу, ну, это обижать ее на самом деле. Ну, очень многие валят на нее, что она во всем виновата. Это не всегда так бывает. А что с ней вообще может происходить? Какие самые частые заболевания и насколько они распространены? Распространены. Наша страна, видите, территория очень большая, сухопутная. В море мало получается, суши гораздо больше. И в силу этого у нас недостаточное количество йодного обеспечения, ну, в принципе, для территории всей России. Наша страна считается территорией с умеренным йодным дефицитом. И поэтому нам всем нужно про это знать, нам всем нужно про это помнить, каким образом покупать ядеревую соль в магазине. Этого, в принципе, бывает. Не препараты йода, не добавку. Иодированную соль, да. Потому что это более правильно, пища должна быть обогащена достаточным количеством йода и постоянно. Вы можете пить таблетки, ну, год, ну, полгода, потом все равно это надоест, и снова начинается нарушение обеспечения щитовидной железо-йодом. Поэтому должна быть постоянная история, солим мы все всегда. Но, опять же, с этим связаны некие мифы, что в соли йод разрушается, что кипятить нельзя и так далее. Это все было в 80-х, 90-х годах. С тех пор уже давно поменялась техника йодирования соли, и тот самый, ну, как бы, компонент соли, который добавляется в соль. Поэтому сейчас это делать можно и нужно. Таблетки йода по умолчанию, так написано в клинических рекомендациях, даются детям до двухлетнего возраста. Ну, когда они уже закончили период, там, скармливания грузью или смесью, и еще не едят достаточное количество соли, в это время им таблетки йода нужны и важны, потому что у детей щитовидная железа, она очень важна, она влияет на функцию роста, на функцию мозговой деятельности, потом в дальнейшем на половое развитие и так далее. Взрослому человеку достаточно ядированной соли, взрослому человеку таблетки йода вообще как бы не очень нужны. Ну, щитовидная железа подвергается еще и оперативному вмешательству, да, на каких-то крайних стадиях? Конечно, конечно. Если она болеет серьезно, а чаще всего это либо нарушение ее функции, которые не контролируются таблетками, там сложное заболевание, аутоиммунное, его сложно речить, долго и так далее, и не всегда излечиваемое, тогда действительно щитовидную железу нужно либо удалить, либо облучить йодом, ну, там, специально дозированной дозой йода, которая, в общем-то, позволяет, ну, освободиться от этого заболевания. Или если есть какой-то, ну, допустим, неоплазмурка, неопластический процесс, опухоль щитовидной железы, рак щитовидной железы, это нечастое заболевание, не хочу никого пугать, это нечастое, и, в общем-то, легко излечимое заболевание с точки зрения онкологии, да, но тогда щитовидная железа удаляется, либо узел, который большой, который мешает. Но если она столько процессов в организме выполняет, то как ее удалить? Как жить без нее? А без нее легко жить в том плане, что есть очень хорошая заместительная терапия. То есть сегодня существуют таблетки, которые абсолютно копируют собственные гормоны щитовидной железы. И поэтому, да, пить таблетки, наверное, не очень хорошо, ну, каждый день противно и так далее, но, тем не менее, это легко и просто для того, чтобы возместить потерянный орган. Можем мы говорить о том, что какие-то категории населения больше подвержены заболеваниям щитовидной? Конечно. Может быть, с какого-то возраста надо регулярно проверять ее? Конечно. Конечно. Очень подвержены вот это, во-первых, дети, про которые я сейчас сказала, растущий организм, постоянно меняющийся. Очень важно, чтобы было все правильно, чтобы все обеспечение было, работало хорошо. И вторая категория населения – это, конечно, готовящиеся к беременности и беременной женщины. И у них даже нормы телеотропного гормона несколько иные считаются. То есть это то, что для здорового человека, обычного человека, небеременного человека считается нормой, допустим, там ТТГ 3, 4, 5 и так далее, то для беременной женщины тоже такое у себя пограничное состояние, когда нужно более внимательно относиться и более точно корректировать фонусу щитовидной железы. Надо ли раз в полгода, раз в год ходить и проверять, просто чтобы быть спокойным? Нет. Или вы заметите, если что-то пойдет не так? Нет. Понимаете как? Мы очень много делаем, чего лишнего не нужно, и потом не знаем, что с этим делать. И иногда действительно нужно не сделать какое-то количество анализов лучше, чем делать лишнее, потому что это повышает нашу тревожность. И когда вы уже сделали, допустим, один раз, например, пункцию щитовидной железы, не надо ее делать каждый год. Если вы, допустим, делаете анализы на ТТГ один раз в год, не надо делать их 2 раза в год или 3 раза в год или что-то там еще. Это просто как-то показывает вашу тревожность и ваше непонимание, что происходит. Чаще всего происходит все достаточно спокойно, достаточно планомерно. То есть каких-то таких вау, серьезных заболеваний при щитовидной железе не очень много. Поэтому нужен просто хороший эндокринолог, которому вы доверитесь, и который будет вас вести в соответствии с современной доказательной медициной. И нормальный уровень ипохондрии, минимальный желательно, чтобы не проверять себя. Словами не регулируется. Это достаточно сложная работа с пациентом. Ну, слова, которые звучат в этой студии, обычно очень хорошо воспринимаются в аудитории, особенно у тех людей, у которых были вопросы к своему здоровью. Вот сейчас, после этого разговора, этих вопросов точно станет меньше. А если вы в ходе этого разговора почувствовали, что действительно стоит задуматься о проверке именно этого органа, то, конечно, нужно это сделать. Возможно, этот эфир станет важным знаком к тому, что момент пришел. У нас в студии была Виктория Панфилова, гастроэнтеролог, педиатр, эндокринолог и детский гастроэнтеролог. Спасибо вам большое за этот важный разговор о вашем здоровье.